МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Навин регионов» студии Алена Мелешанкова. Добрый день сегодня у выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вытворчивость лену качиного эпоху и развитие туризма. Китайская корпорация пропонует Могилюшане взаимовыгодное супрацовництва. Памятный знак до юбилея пограничных войск аузьявился у Крычеве. Атмосферна и с настроем про отпочинок могилючан у нашем выпуску. Вытворчивость лену качиного эпоху и развитие туризма. Такие конкретные проекты пропонуют керауництву Могилюшана корпорация Сумэкс китайской провинции Дзянсу. Это взаимовыгодное супрацовництва, в котором есть корысть для китайских бизнесменов и для предприятий Ежехаровой Могилюшской области. На сустречу у Могилюшским облаканками китайской делегации с керувником региона Владимиром Доманевским обговоровались все проекты их развитие. Умазование белорусско-китайских стосунков отбивается на конкретных личбах. Экспорт у Китая повеличивается. За прошлый год рост его составил более 200%. Простовники Сумэк уже третьим разом проезжают у Могилюшскую область. Яны настроены на супрацовництва, годовый оборот компании больше за 10 миллиардов долларов. И гэтым разом китайским бизнесменам пропоновали заключать инвестиционные домовы. С поддержкой ваших сотрудников мы хорошо развивали наш бизнес в Могилюшской области. По-перше, вытворчусь лену. Китайская компания вырабляет тканины и одини, им потребна натуральная сыровина. Партнером будет Шкловский льнозавод на парадку дня, поширение поселных площадь и техничное первоузброение. Сертификат на перший прессу подарунок на початок супрацовництва. Мы нашли интересы как наша сторона, так и китайская. Это сегодня взаимовыродное сотрудничество, которое, надеюсь, будет развиваться и в дальнейшем. Для зимовых оденей китайцам потребен качин и пух. Им так само пропонуют мясо и молоко. И еще одна интересная деталь – открытие ресторации у национальных кухней на обмен. Мы могли бы реализовать ваше предложение по созданию ресторанов, кафе, имнанкини, белорусской кухни и в Могилеве, китайской кухни. Провинция Дянсупа – Братимская для Могилевшины. 80 миллионов насельництва. Один из лидеров Китая по экономичным развитиям. Один со складников супрацовництва с Могилевшиной – туризм. Тому теперь китайская делегация оглядая наши санатории и базы для организации отпочинку со старых людей. Очень большие дотации выделяются государством и провинциями для того, чтобы оздоравливались пожилые люди. Это хороший бизнес, и наши санатории и профилактори могут предложить большой спектр услуг именно для оздоровления пожилого населения Китайской Народной Республики, в частности, компании Сумэк и в частности, провинции Цзяньсу нашей. Наши проекты связаны с природными багатцями Беларуси. У нас великая территория и шмат земли, добрая экология. Их это добра для наших бизнесов, сказал у интервью телерадио-компании Могилев вице-президент Сумэк УВФН. Илона Иванова, Александр Тарасов, «Навины региона». 49 справ об экономичной неплатеже с дольностью у относенных державных предприемствах находятся зараз у областным экономичном суде. Так, принято решение, что до листопада 2019 года протягнется процедура санации Климовицкого ликера-горылочного завода. Могилевский областный экономичный суд призначил 18 месяцев предприемству на так званное оздоровление в управлении финансового становища. На Климовицком ликера-горылочном распрацевали план санации. До листопада будущего года уведены мораторы на спагнане до угол этого предприемства. Про ожитивление плану санации антикризисный керавник Эдуард Арешко будет что месяц тримать с правоздачу перед кредиторами и судом. До речи, юн мая станучи вопыт у своей деянности. Процедура по выходу с банкрутства поспехово была завершена на Могилев Аблхардж-Праме. Что до Климовицкого ликера-горылочного завода, причина уведения процедуры санации традиционная. Великая закредитованность, якую свою чергу выкликал неправильный менеджмент. Однако на конд Климовицкого ликера-горылочного планы оптимистичные. Рынок – это изменчивая такая субстанция, возможно, что-то надо дорабатывать. Поэтому первый этап до ноября 2019 года. Потом совместными усилиями опять же мы будем смотреть, куда двигаться дальше. Даже сейчас видим, что вот эта вот передышка 18 месяцев позволит предприятию восстановить свою платежеспособность и начать расчет с кредиторами и нормальную финансово-хозяйственную деятельность. Вырошуя у Канопли у хатних умовах наркоконтролеры затермали у Бабруську мясового жихара, який у свою эквотер обсталевал специально пристосованное помешкание для вырошивания наркоутрымливающей рослины. До этого процесса он сруйозно подрыхтовался. Изъята фольгированная бумага, системы орошения, система подогрева воздуха, мини-весы, самая наркотичная средства марихуана, оргтехника. Также еще назначен ряд экспертиз по веществам коричневого цвета. Скорее всего, это гашиш, но пока экспертизы нет. На затриманных азиалей криминальную справу правооховники проводят оперативно-вышуковое мероприемство. Высветляют его махчимое дочинение до сбыта наркотиков на территории Бабруська. У Крышеве з'явился памятный знак до юбилея пограничных войсков. С такой инициативы на перед дни выступили активисты районной организации и ветеранов войны в Афганистане. Долучили до справы неабыяковых, и вось на перед дни ста годзе утварение войсков усих запросили на урочистость. Еще летать это был обычный газон. Теперь тут заявился памятный знак у гонорста годзе пограничных войск в Беларуси. С идеи створить монумент до городских уладов пришли активисты громадской организации Беларусский союз ветеранов войны в Афганистане. Пограничники – это люди слова, люди дела, и слова и дела у них не расходятся. Буквально в прошлом году была инициирована под руководством Брудникова Александра Николаевича инициатива по организации такого знака. И уже в мае месяце этого года, как вы видите, оно реализовано. На урочистую церемонию завитали делегации со столицы и российского Смоленска. Гости отзначили, что погран войске речится с чытом родимые. Не глядячи на офицейный формат мероприемства, сустреча товарища по службе оказалась вельми широй. Я хочу сказать, что пограничник – это не просто служба по призыву, а это действительно судьба. И отпечаток этой службы откладывает свой след на всю твою оставшуюся жизнь. Открытие помника стало яскравым прикладом, как инициатива насилийства переросла в реальную справу. Как поведомили угрычевским райвыканками, у районе створен специальный штаб, який працует по разных направлениях развития. И тут ждут новых цикавых инициатив от мясовых жахаров. Дарья Семянько, Юлия Мычка, Миколай Соболев, Новины Региона. Городский лесгаз допомог Дрыбинской школе набыть компьютерное обстановление для интерактивного научения. Телевизионные панели установили у кабинетах истории, химии, русской мовой и литературы. Каштоуны подарунок отримали за добрую справу. Гэта школьники, что год, активно удельничают у акциях, что ладить в Министерство лясной господарки. Да прикладут тыдень леса и чистый лес. Упадяку за гэта школе и зарабили таки подарунок. Интерактивная форма научения пришлась и до спадобы школьникам. А знаки стали больше высокими. И супрационистов по межнаучальной установой и лясгасом планують протягивать. Фестиваль-конкурс для выхованцев детячих садков «Я могу» у Могилёвы подвел выники. Гэта свято творчести проходит у городе третьим разом. И каждый год выкликая великий интерес у детей и педагогов садков. Своей махчымасти селита продемонстровали амаль 350 дошколят с 53 установ дошкольной эдукации Ленинского района Могилёва. Творчие коллективы выступали у трех номинациях. Вокал, мастацкое слово и хореография. Узрост маленьких артистов от трех до семи годов. Пераможцы фестиваля еще раз выступили со своими меморами подчас гала-концерта. На святе дятинства и таленту без подарунков и дипломов никто не застался. И атмосферные кадры от починку Могилёвчан. А пошли дни мая не радуют нас в теплом, а ли горожане сами створяют себе настрой с музыкой и розноколеровыми поветренными шарами. Пропонуем и вам натхниться музыкально-колеровыми кадрами у нашей рубрицы на Уласный Водж. Наши новини доступны на сайте ТВР Могилёв Крупа Бай, так само у группах у социальных сетках. А я на этом с вами раз вітуюся. Приятного вам дня! До встречи!